Впервые в Иванове и впервые зимой состоялся этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу. В субботу в спортивном комплексе «Олимпия» собрались больше 30 участников со всего Центрального федерального округа, чтобы выяснить, кто из них круче и кто громче. Автовладельцы соревновались в номинациях «Качество звука, мультимедиа, тюнинг». Очень много сейчас у нас ребят, которые увлекаются автозвуком, делают из своей машины либо какие-то проекты по качеству, либо какие-то проекты по давлению. Очень популярно сейчас стало в последнее время, ну и всегда, наверное, было, но сейчас как-то больше раскрутили. Это помогает проводить какое-то свободное свое время в качестве хобби, разнообразить свою жизнь, ну и спортивный образ духа, жизни имеет. Жюри проверяет громкость звука как внутри машины, так и специальными приборами снаружи. Маркой год выпуска авто не играют никакой роли, а вот начинка вопрос принципиальный. О стоимости звукового оборудования здесь даже никто не говорит. В каждой машине целое состояние, но для участников это не играет роли. Спортсменов по звуку такие вопросы не волнуют. Главное – звучание. Звук оценивается при помощи специального судейского диска, на котором записаны специальные треки, по которым мы можем определить, насколько хорошо, насколько качественно звучит система в автомобиле. Оценка идет исключительно из музыкальных треков. Существует специальная методика, которой руководствуются судьи, когда оценивают автомобиль. Но громкие автомобили, которые могут играть громко, они оцениваются при помощи микрофона, делаются соответствующие замеры как внутри салона, так и снаружи. Александр приехал к нам из подмосковного Чехова на своей любимой тренажке. От детища отечественного автопрома остался разве что каркас. Остальное изменено до неузнаваемости. Начнем с генераторов. Под капотом у него находятся два генератора повышенной мощности, АЗ-13 и СПЛ-Пауэр по 320 ампер. Все протяжечки идут назад, багажное отделение, я их покажу позже. А пока покажу, что в салоне. Друзья, спасибо. Фронт у нас представлен вот таких вот компонентов, да, большие лопухи. Очень интересное, это неординарное решение, это 3,25 GR1084, середина GR850neo, драйвера и рупора Т92С. Ну, как бы вот такой фронт, его уже многие знают, но мало того громкий, но и качественный. По сабовому звену, по сабовому звену здесь находится 6 сабов 15-дюймовых на 4-дюймовой катушке. Сабы цел 15, АЗ-13 и СПЛ-Пауэр. Проект «Я робот» создавался с 2012 года. Сейчас в машине места хватит разве что на водителя, остальное занимает звуковое оборудование. Машина выставочная, но вполне на ходу. Из Чехова добралась своим ходом. В тыльной части автомобиля находятся усилители, которые запитывают как раз-таки вот эти 5 усилителей, они на фронт, то есть на двери, на калитки там. А нижней вот этой вот под фанерой находятся 3 моноблока и питание титанат, литий титанат здесь находится 285 ампер. Все это, конечно же, связывается с теми генераторами, которые я показывал до этого под капотом. Запитывается, подзаряжается. Вот видите, сейчас здесь вот работает блочок, который показывает, что титанат, ну это показывает работу выпрямитель, назовем его, стабилизатор или контроллер. Пожалуй, самые яркие гости фестиваля – проект «Хантер Марпеха» из Нарофоминска. Выглядит этот модифицированный УАЗик действительно угрожающе. Кажется, если включить звук на полную мощность, то сдует всех гостей праздника. Авторы проекта, облаченные в милитаре, демонстрируют – у них все серьезно. За плечами множество побед по всей России. Их фишка – экстремальный звук. Экстремальный звук – это когда уже ломает железо, когда уже, в общем, невозможно сидеть обычному человеку. То есть, если обычный человек может выдержать до 145 децибел, там 150, грубо говоря, в спокойном режиме, да, каком-то более-менее, то здесь свыше 160. То есть, это тогда, когда уже органы начинают друг об друга, как говорится, притесняться, да, уже становится больно. Поскольку состязание – всего лишь этап Большого чемпионата России, победители отправятся в следующий тур. Среди них будут и участники из Иваново. Как отмечают организаторы, это большая победа.